Приветствую вас. Начнём, пожалуй, мы с вами с того, что скажем, что мы, психологи, за вас сказать о том, почему вы плачете в том или ином месте, не можем. Ну, потому что это ваша жизнь, и потому что слёзы, как и церковь, являются достаточно личным местом. Вот, я бы даже сказал интимным. И, соответственно, ваша история какая-то связана с данной ситуацией. То есть вы в церкви, видимо, за что-то раскаиваетесь, вы, видимо, в церкви позволяете себе слабость, вы, видимо, в церкви начинаете чувствовать себя, скажем так, настоящей, и те чувства, которые у вас, ну, как бы, обычно подавляются, да, все чувства, которые у вас обычно подавляются. Вот. Теперь эти чувства у вас выходит на роль. А вопрос заключается в том, на самом деле, почему эти чувства вы подавляете в себе в других ситуациях, ну, в других моментах. То есть, грубо говоря, по какому праву вы подавляете свои чувства в других ситуациях, ну, в других случаях, в других моментах, вот. Понимаете? Какая штука. Вот это нужно, нужно исследовать. И... Понять. Вам. Для... Себя. На мой, по крайней мере, взгляд. Да. То есть, с одной стороны, с одной стороны, плакать в церкви, да, это, ну, как бы, ничего, ничего плохого нет в этом. И... Если плакать в данном случае вас... Эээ... Очищает... Вот. то это хорошо, на самом деле, но если вас это не ощущает, то есть если, ну, слёзы не дают вам ничего, ничего нового, да, то есть если слёзы не помогают вам никак, то, соответственно, нужно смотреть, нужно исследовать, понимаете, в какой момент. А быть может, у вас есть просто такая позиция, что если вы находитесь в церкви, то вы должны обязательно плакать, бывает и такого. Ведь для многих людей существует такая позиция, полугласная, что если я живу, вот как бы, ну, мирской жизнью, скажем так, я живу мирской жизнью, что я обязательно грешу, ну, считается, так, так что этот момент тоже нужно исследовать, если, конечно, у вас есть желание. Что занимается? На мой взгляд, ничего плохого в том, чтобы вы плакали, нет, ничего плохого, я не видел ничего плохого в этом, вот, но всё-таки нужны какие-то вот рамки, да, нужны, ну, нужна какая-то позиция, вот, такой вот момент, на мой взгляд, по крайней мере, по моему мнению. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш запрос, который вы задаёте. Для более подробной информации желательно, чтобы вы выбрали себе психолога, вот, и, соответственно, поработали с ним напрямую. Вот. Вот. В принципе, так. Такой вот момент. Я надеюсь, что помог вам, если у вас дополнительные вопросы остались, то пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.